привет всем друзья и коллеги быстренько по сути по существу 4-5 лет назад даже больше снимал на видеоролики неоднократно настойчиво объяснял в чем нюансы по инструменту в частности по флажкам топорик либо ласточкин хвост смотрите неоднократно что объяснял не у каждого первое не у каждого есть двигатель чтобы допустим условно там снять и получить то что надо дальше не у каждого есть умение его допустим проходит время проходит допустим года и допустим эти вопросы по сути как бы накапливаются и допустим я исхожу из практической ситуации к примеру обратился ко мне человек купил по доступной цене не вопросы я никоим образом сейчас не касаясь там отдельных каких-то брендов лучше хуже и прочее поймите правильно есть такое понятие целевое предназначение если допустим флажок либо топорик либо ласточкин хвост предназначен что допустим за три раза выполнить условно выемку трехугольную в данном случае то у него предназначение для данного понятно косяки и прочее но о чем речь смотрите самый простой способ проверить берем допустим в данном случае почему почему я вам это показываю потому что очень часто вы это приобретаете мне прислал человек данную стамеску еще одной просто с просьбой объяснить почему она не режет не выполняют смотрите покажу простой способ проверки я даже не буду объяснять кромки и прочее смотрите что происходит смотрите задняя часть разрыв видите какой как же человек может выполнить чистую выемку ладно бог с ним а теперь смотрите более простой способ понимания того что это именно непригодное смотрите берем древесину смотрите 1 вы поняли в чем суть еще раз то есть понимаете посмотрите соотношение как проявляется инструмент понимаете разницу то есть в данном случае я могу чисто оригинально выполнить за три действия здесь вопрос не в том что он плохой но вот эти допустим флажки их позиционирует исключительно для того чтобы там выполнить выемки они не предназначены для выполнения выемки я чуть дальше покажу для чего они предназначены берем к примеру прорезной берем еще один флажок выбрался чуть но сама сучу берем больше в размере к примеру слову то есть понимаете чем даже если взять условно примеру самые большие допустим флажки например условно говорю давайте где у нас есть основу но не выталкиваются понимаете в чем дело то есть к чему это все что вот это вот это все хорошо но его истинное предназначение это прежде всего это вот работа просто на грубое снятие то есть на грубое снятие да не вопрос примеру вот это его цель а если технически разбирать нюансы на предмет выполнения к примеру выемок и прочее но это топор это проблематика это полный дисбаланс и все комфортно то есть можно не вопрос выполнить но это комфорт это чистота я думаю вы поняли то есть округляем смотрите рассматриваете нож берете его просто пробовать его таким образом если вы делаете как его выталкивает вы понимаете что этого не должно присутствовать дальше то чего вы не знаете рабочая часть всего ножа вы должны понимать это вот его половину мало того что здесь присутствует кромки следовательно то есть охват его данной площади получается это вот эта половина но в данном случае еще меньше почему потому что присутствует кромка она не будет пускать то есть понимаете если допустим отсутствует полностью рабочий охват гораздо глубже мы работаем фактически вовсю во всю фактически длину данного ножа так что ребята не судите строго показал по сути потому что по факту как бы столкнулся потому что люди обращаются такие моменты ставятся как бы акцент потому что люди в недоумении и как я раньше неоднократно говорил что не каждый умеет допустим там затачивать заправлять снимать и тому подобное я человеку доходчиво объяснил на видео он четко сказал а теперь я понял в чем него вас понимаете так что свои профессиональные навыки не ставьте выше простого понимания и недопонимания простого человека потому что на двигателе надо уметь работать потому что точно так же нельзя исключать это моменты ситуации до травматизма никто же об этом не говорит об этом следует сказать если будет сказать что получается это может привести к этому к этому к этому к этому так что при приобретении будьте внимательны с наилучшими пожеланиями адольф юрьев и наша команда инструментальная часть строила заготовки многое прочее другое можете найти на нашем сайте адольф юрьев ком с наилучшими пожеланиями я к вам на этом не заканчиваю хочу показать я с человеком сейчас занимаюсь принципе на просто хочу показать резетку то есть мы оформляем подобным образом вот так вот скромно несложно то есть по занятиям у нас проходит мы с вами коснемся тех или иных приемов чуть дальше все всем пока смотрим дальше